Пандемия коронавируса создала новые угрозы Европе. В странах Старого Света снижается рождаемость. Так, в Испании в прошлом году на свет появилось на 20% меньше малышей, чем годом ранее. Аналогичная ситуация во Франции и Италии. А вот в Китае рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста, поскольку ежегодно там уменьшается число трудоспособных граждан. Главная причина – это низкая рождаемость в стране. Подробнее расскажет Асель Жанбурша. Нынешнюю ситуацию во многих странах можно охарактеризовать словом «неуверенность». Как показывают опросы, многие люди боятся потерять работу и поэтому откладывают принятие важных решений на потом. Подробнее расскажу в обзоре. Спустя 9 месяцев после начала пандемии рождаемость в Испании снизилась на 23%. Специалисты это связывают с тем, что в обществе тогда преобладал страх, поскольку многие лишились работы, сотни людей скончались от ковид. На этом фоне люди отложили свадьбы и рождение детей до лучших времен. И это при том, что в Испании и так в последние годы родилось мало детей. По данным властей, в 2019-м всего на свет появилось около 360 тысяч младенцев. Этот показатель самый низкий за всю историю королевства. Демографический спад наблюдается во Франции и Италии. Эксперты уверены, такая ситуация сохранится до конца года. Мы с мужем много сомневались из-за коронавируса. Мы ничего о нем не слышали и не знали, чего ждать. К счастью, существует удаленная работа. Я думаю, она очень помогла. И еще я думаю, что я пережила гораздо более спокойную беременность. Рекордно низкий уровень рождаемости наблюдается и в Японии. По данным Министерства здравоохранения, этот показатель снижается на протяжении последних пяти лет. Но это не связано с пандемией. Дело в том, что японцы зачастую откладывают брак, чтобы сделать карьеру. Так, в прошлом году на свет появилось около 870 тысяч малышей. Это на 3% меньше по сравнению с 2019. Эксперты утверждают, что если так будет продолжаться, то к концу этого века численность населения Японии уменьшится в два раза и составит 53 миллиона, вместо 126, которые там проживают сейчас. А вот в Китае в 2020-м родилось чуть больше 10 миллионов детей. Это на 15% меньше, чем годом ранее. В 2016-м власти разрешили семьям иметь двое детей. Однако это привело лишь ко временному всплеску рождаемости. Сейчас правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. За последние 40 лет в стране произошли огромные изменения в социально-экономическом плане. Вопрос пенсионного возраста стоит очень остро. На это есть несколько причин. Во-первых, он не сочетается со средней продолжительностью жизни. Если после образования КНР этот показатель был на уровне 40 лет, то в 2019-м году больше 77 лет, а в городах превысил 80 лет. Во-вторых, меняется демографическая структура, население стареет. По прогнозам, в период 14-й пятилетки численность пожилых людей превысит 300 миллионов. В развивающихся странах, напротив, растет количество ранних браков. По данным ЮНИСЕФ, около 650 миллионов женщин по всему миру были вынуждены вступить в брак до совершеннолетия. Половина из них – жительницы Бангладеш, Бразилии, Индии и Нигерии. Эксперты утверждают, что еще около 10 миллионов детских браков могут быть заключены к концу десятилетия. Это связано с тем, что многие девочки во время пандемии потеряли своих родителей. Некоторые не могут учиться и живут в нищете. Я не хотела выходить замуж, но моя семья жила в нищете, а мой муж отдал за меня колым. Меня выдали замуж в 15 лет. Я хотела учиться, ходить в школу. Тогда все бы было иначе. Сейчас у меня есть дочь. Я против того, чтобы она выходила замуж рано. Я хочу, чтобы она получила высшее образование. В организации напоминают об опасности такой практики. Она может привести и к нежелательной ранней беременности, и домашнему насилию. Специалисты отметили, что международное сообщество в ближайшие 10 лет намерено решить проблему с ранними браками. Вера, а у меня на этом все. Передаю слово. Спасибо. С Международным блоком была Сельжан Барше. Ну а мы продолжим. Продолжение следует...